Добрый вечер на новой Одессе. Время новостей. В студии Ирина Коробко. Информационная картина вторника. В нашем выпуске оперативно, доступно, объективно о том, чем жили сегодня страна и наш регион. Одесский седьмой километр продолжает лихорадить. Волнения достигли критической точки. Битва за зарплату. Терпению сотрудников Черномортих флота может прийти конец. 13 ноября – Международный день слепых. Помогите тем, кто живет рядом с вами. Ныряют с аквалангом, рисуют картины. Мне даже трудно представить, что могут делать незрячие, а то, что не могут делать зрячие. Эти и другие темы в нашем выпуске. А начнем вот с чего. Международный валютный фонд рекомендует Украине перейти к плавающему курсу гривни. С целью противостояния внешним шоком, сообщает представитель МВФ Украины Макс Альер. Эксперт отметил, что плавающий курс позволил сглаживать удары мирового финансового рынка в целом ряде стран. Мы считаем, что экономика вроде украинской, которая глубоко интегрирована в мировую экономику и зависима от экспорта биржевых товаров, зависит от движений на этом рынке. Поэтому для экономики такого рода гораздо лучше было бы иметь плавающий курс, пояснил Альер. Однако директор отдела экономических исследований и развивающихся рынков кредит СИОС Сергей Волобоев считает возможным девальвацию курса гривни максимум на 10% к сегодняшнему уровню при условии возобновления сотрудничества Украины с МВФ. Напомним, ранее сообщалось, что после Нового года гривня может обрушиться. Однако руководитель информационно-аналитического центра Форекс Клаб в Украине Николай Ивченко отмечал, что украинцам следует больше доверять национальной валюте. Тем временем ситуация на одном из крупнейших рынков Юга Украины продолжает оставаться сложной. Реконструкция одного из секторов на седьмом километре, так называемой «мылки», стала причиной вражды между предпринимателями и администрацией рынка. Люди боятся остаться без рабочих мест. Минувшие выходные волнения на рынке достигли критической точки. Защищая свое рабочее место, одна из предпринимателей попала в больницу. Остальные сегодня вышли к зданию Одесской областной государственной администрации, взывая о помощи. Более пяти тысяч торговцев рискуют остаться безработными в результате реконструкции на промрынке «Седьмой километр». На базаре творится беззаконие и процветает коррупция. С такой жалобой и просьбой помочь под стены Одесской обл. администрации вышли предприниматели самого большого рынка на юге страны. Нас лишили элементарного – право на труд, кормить свои семьи. Вот эта бандитская группировка на оправтоварном рынке, которую поддерживает начальник милиции Плющ и Бабенко. Вчера на рынке бульдозерами снесли торговые палатки, в которых находился товар, взятый предпринимателями в долг. Как только люди попытались воспрепятствовать сносу, охранники и представители администрации рынка применили силу. Так утверждают сами пострадавшие. Был нанесен удар мне в область лица и два удара в область груди. Вчера я вызвала милицию, написала заявление. Сегодня еду в Красный переулок снять побои, так как я считаю, что с этим произволом нужно заканчивать. Но первые физические увечья одна из предпринимателей получила еще 9 ноября. Пыталась воспрепятствовать аресту сына. В результате диагноз – сотрясение мозга и перелом ключицы. Ее сына Амира задержали, а затем и обвинили в нападении на сотрудников милиции и хулиганстве. Скоро он будет отвечать за свои действия перед судом. Вот только сам парень говорит, что на милиционеров не нападал, а арестовали его, чтобы не вел видеофиксацию конфликта. Что вы понимали, вот мой рост, а милиционер вот такого роста, честно, где-то 2,05. То есть как я мог его бить? То есть человек где-то на килограмм 50 тяжелее, чем я. И вот я его бил, на него нападал. И им пришлось меня задержать, потому что иначе бы я его убил. Теперь, учитывая то, что в одной руке я держал камеру. Из здания обл. администрации к митингующим вышел неизвестный человек и принял коллективное письмо, в котором изложены детали конфликта и просьба о помощи. Поступит ли надлежащая реакция от чиновников, мы сможем узнать несколько позже. Вадим Шпаченко и Евгений Оброславец. Новая Одесса. Снова митинговали сегодня и сотрудники Черномортиях флота. Они продолжают добиваться получения честно заработанных денег. Пока с частичным результатом. То есть погашать долги нерадивые собственники начали. Но до окончания этого процесса еще очень далеко. Сотрудники Черномортиях флота стучались в двери всевозможных инстанций. А вот реакции самих собственников пока нет. Это объяснимо. Они пользуются распространенной в нашей стране безнаказанностью в отношении подобных нарушителей закона. Однако же хочется напомнить. Любому терпению теряющих надежду людей приходит конец. И тогда они могут пойти на более радикальные меры. Несмотря на то, что задолженность по заработной плате сотрудникам по Черномортиях флот начали погашать, люди продолжают бедствовать. Нынешним работникам зарплату по-прежнему не платят, а старая задолженность погашается крайне медленно. Таким образом долг предприятия перед своими сотрудниками продолжает расти. Если такими темпами они будут закрывать дальше, то те графики, которые они нам дали, они никак не поместятся. Потому что сейчас мы нарабатываем, работающие люди нарабатывают опять долг гораздо выше, чем тот, который погашается. За декабрь погасили, а впереди уже сентябрь-октябрь и уже половина ноября. То есть растут долги. Отчаявшиеся люди отправились под головной офис одного из одесских банков, поскольку его акционеры являются одновременно и акционерами их предприятия. Обделенные люди попросту больше не знали, куда податься. Попробуем же таким способом, потому что мы идем в прокуратуру, да, прокуратура помогает, идем к нам, вы с нами были. Двери закрыты, все ушли на фронт, ни начальника нет, ни председателя, ни бухгалтера, ни к кому обращаться, никто ничего не знает. Проведя несколько часов под зданием банка, сотрудники все же добились встречи с представителями бухгалтерии Черноморских флота. Те попытались убедить людей в том, что первые два транша будут выплачены в срок до 30 ноября. Накормили ли людей в очередной раз завтраком или сказали правду? Чтобы узнать это, вам придется подождать до конца месяца. Вадим Шпаченко, Евгений Брославец, Новая Одесса. Пока власть приарит новую трассу в районе Черноморки, жители недоумевают. А почему же до них не доехала техника? Буквально в нескольких кварталах от новой дороги покращения ждут уже который месяц. За это время на одном из участков не областного, а местного значения водители неоднократно успели побить транспорт, а люди покалечатся. Черноморка наизнанку. В сюжете Виктории Ясинской. На этой тропе раздора Татьяна однажды даже руку сломала. Перелом со смещением лечила долго. Ну как шла-шла и споткнулась. Спасибо, сейчас гравий засыпали. А так, ну как все бывает в жизни. Щебенка этот участок дороги начали засыпать позавчера, а обещали еще летом положить асфальт, жалуются люди. Это половина засыпала, а то все глина. Здесь засыпали сразу. Тут была огромная яма, глина. И когда дождь проходит, машины заносят машины и не развернутся они вот тут вот. Вера Ивановна живет здесь с 61-го года. В семье машинами владеют внук и зять. Когда дождь пройдет, мы вообще вот так вот в глине зависаем, потому что оно все раскисает и ямы такие большие. Два года жители этой и соседних улиц жалуются на состояние дорог. Проблему видят в том, что сотрудники соседнего кооператива решили как-то сделать канализацию. Два раза меняли трубы, дорожное покрытие вроде тоже стелили. Правда, с качеством не сложилось. На заднем плане у нас есть там просевший люк. Туда влетало уже несколько автомобилистов. Месяц назад влетел парень на мотоцикле. Достаточно сильно повредил себя. Он поломал ключицу. Здесь мы отпаивали его, наверное, часа три. Это сейчас здесь достаточно спокойно, говорят жители Черноморки. А в час пик автомобилисты с Савиньона едут именно этой дорогой в город, рискуя своими машинами. Ломать не строить, говорит Сергей. Разбирали асфальт быстро, а вот постелить новый, прочный и долговечный у кооператива пока не получается. Мы хотим просто, чтобы сделали качественную нормальную дорогу, сделали какую-то разметку, потому что здесь нет пешеходной зоны, здесь ходят люди. Виктория Ясинская, Эдуард Шендерович, Новая Одесса. И к другим темам. 13 ноября 1745 года в Париже появился на свет Валентин Гаюи. Этот незрячий французский педагог построил собственную типографию и начал печатать в ней книги рельефно-линейным шрифтом. Это были первые учебники для людей с проблемами зрения. Неудивительно, что именно дату его рождения стали отмечать как Международный день слепых. Ряд мероприятий, организованных сотрудниками областной организации Украинского общества слепых, прошли в Одессе. На одном из концертов для слабовидящих побывала и съемочная группа телеканала «Новая Одесса». «Мы всегда рады и готовы помочь незрячим, ведь они способны на многое», рассказал Юрий Кочановский, председатель Одесской областной организации Украинского общества слепых. «Мы всячески подчеркиваем, что плохое зрение или полное его отсутствие – это не приговор. Я сам иногда благодарен Богу за то, что я незрячий, ведь благодаря этому я просто не замечаю преград, которые остановили бы обычного зрячего человека. Инвалиды по зрению такие же люди, как и все остальные, уверен Юрий Кочановский». «Инвалиды могут многое. У нас есть и кандидаты наук, у нас есть и доктора наук, у нас есть программисты, массажисты. Когда идет речь о том, к какому массажисту пойти на массаж, я думаю, что многие из вас выберут незрячего массажиста. Незрячие прыгают с парашютом, ныряют с аквалангом, рисуют картины. Мне даже трудно представить, что могут делать незрячие от того, что не могут делать зрячие». Тем не менее, у инвалидов по зрению немало проблем, о них говорили во время круглого стола. Слабовидящие люди смогли рассказать о своих проблемах и внести предложение, как с этими проблемами можно справиться. Как оказалось, большинство проблем связано с непониманием или игнорированием людей, нужд слепых. Особенно тяжело инвалидам по зрению приходится в общественном транспорте. Нужно озвучивать номера подъезжающего транспорта, а также название остановок. Зачастую этого не происходит. А между тем, в странах Европы это распространенная практика. Чем же мы хуже, не понимает Юрий Кочановский. «Наши маршрутки, когда идут по городу, это чем-то напоминает, не знаю, гонки формулы номер один. И если, скажем, еще в троллейбусе худо-бедно можно амбицироваться по поворотам, то в маршрутке вы не сможете по ее движениям, по ее маневрированию, вы не сможете ценить, какое количество поворотов вы проехали, и вам трудно будет вычислить остановки. Вот если вы стоите на остановке, подъезжает какая-то маршрутка, вам трудно определить, какая маршрутка подъехала. Приходится постоянно у кого-то спрашивать. Люди бывают разные, поэтому реакция на ответ тоже бывает соответственно разная». Реальная жизнь, увы, очень жестокая, и в действительности в повседневной жизни очень немногих волнует трудности и проблемы слепых и слабовидящих. В большинстве своем люди очень редко вспоминают об инвалидах по зрению, даже если те живут на одной лестничной клетке. В основном это делают СМИ и редко, когда представители власти, да и то в преддверии очередной даты. Быть внимательнее к окружающим нас людям, которые лишены возможности видеть мир во всех его красках, к этому призывают журналисты телеканала «Новая Одесса». Человеку зрячему понять проблемы незрячего сложно. Как говорят люди, постоянно живущие в темноте, попробуйте хотя бы на час завязать глаза и попытаться при этом что-то делать. Каждый шаг для слепого человека сродни подвигу. Вышел из дому, перешел дорогу, сел в транспорт. А ведь люди незрячие такие же, как мы с вами. Им тоже хочется полноценно жить и быть востребованными. И для этого нужно совсем немного. Тем, кто их окружает, чуточку внимательнее относиться к нуждающимся в помощи. В сегодняшний день наша съемочная группа прожила с одним из воспитанников интерната для слепых. Он аккуратно одет, улыбчив и общителен. В общем, такой, как все, на первый взгляд. Но бегающие зрачки, характерный прищур и неуверенная походка говорят о другом. Богдану Кирияку 14 лет. Он слепой с рождения. В интернате номер 93 о таких говорят тотально слепы. Ведь если и другие воспитанники этого специализированного учебного заведения кое-как видеть могут, то такие, как Богдан, не видят ничего. Проводятся специальные уроки. Есть такой предмет ориентирования именно вот и за пределами школы. Те, кто немножко видит, имеют больше возможностей, шансов. Те, кто не так хорошо видит, тоже имеют шансы, но достаточно сложно. На территории родного интерната Богдан ориентируется хорошо. Он здесь живет и учится девятый год подряд. По коридорам заведения не ходит, а почти бегает. Знает, где какой кабинет находится и охотно знакомит гостей с обстановкой. Вот это полочки специальные, куда мы ложим книжки. Безопасное для себя и окружающих передвижение – лишь одна из сложностей социальной адаптации слепых и слабовидящих. Каково им в быту, нам, хорошо видящим, можно только догадываться. Приготовить элементарно бутерброд для слепого – сродни подвигу. Вопреки общественному мнению о том, что слепой человек заведомо обречен на профессиональные и личные неудачи, Богдан лишь улыбается. Незрячий школьник уверен – слепота не порог и не помеха. А уж тем более, если речь идет об отношениях с девушками. То, что я незрячий – это мой, так сказать, такой не сильно большой недостаток. Я, ну, как бы, так настроил себя. Скажи, а как ты будешь выбирать любимую девушку? Как ты будешь строить отношения? Ну, по характеру, по вкусу, по нраву. Если она будет легкомышленная, мне она не подойдет. Надо серьезную такую. В свои 14 слепой школьник хорошо знает, в каком направлении ему двигаться. Не в смысле передвижения по этажам и коридорам в поисках нужного кабинета, а в смысле жизненной цели. У нас там в селе, где я живу, музыка зарабатывал, деньги. Страивал концерты какие-то, выступал где? Да, конечно. Сколько заработал? Ну, гривен пятьсот, может, даже больше. Цель, она же мечта, ведет в кабинет музыки. Поиски дверной скважины, попытки самостоятельно открыть дверь. И вот Богдан у фортепиано. Эту мелодию школьник сочинил сам. Писать музыку Богдану Кирьяку не в тягость. Он этим занимается с большой охотой и даже наслаждением. Проблема в том, чтобы ноты записать и прочесть. Пока юный композитор воспроизводит музыку по памяти. Я придумал какой-то фрагментик, например. Записал на диктофон. И каждые где-то пять минут, десять прослушиваю, чтобы хорошо запомнил. Каждую ноту. И потом играю. И так дальше работаю. Таким образом парень будет жить до конца. Ни одна операция его зрение не восстановит. И по большому счету даже не улучшит. Это диагноз врачей. Сам Богдан к этому, в общем-то, уже не стремится. С раннего детства инвалид по зрению научился радоваться жизни и чувствовать ее в самых разных вкусах. Вы смотрите новости. Одесса всегда славилась своим неподражаемым колоритом. Но как передать колорит на страницах справочника? Это попытались сделать во Всемирном клубе одесситов. Более трех лет ученые и краеведы создавали труд, которому еще нет аналогов во всемирной литературе. Целое море статей, эмоций и судеб. В первой одесской морской энциклопедии открывали для себя журналисты нашего канала. И подробнее в нашем следующем сюжете. Два килограмма одесского колорита, знаменитых пароходов и их капитанов. От корки до корки первая морская энциклопедия чисто одесская, так как написана она в Одессе, об Одессе и издана здесь же. Такого научного издания, связанного с нашим городом, ему же посвященное, прежде никогда не издавалось. Это всеобъемлющая история морского дела. Бывалые моряки, участвующие в работе над книгой, уверены, как Одесса без моря уже не та, так и море без Одессы уже не море. Там сотни статей, корабли, люди, песни об Одессе, морские, фильмы о морской Одессе, названия улиц в Одессе, связанных с морем. Ну, действительно, энциклопедии. Такого не было в Одессе. И я не знаю, есть ли в каком-то городе другого. Если это послужит хорошим, так сказать, примером, так мы выйдем еще больше голову. Около трех лет более ста ученых, краеведов, писателей и моряков собирали материал для этого издания. Авторы признаются, благодаря такой работе узнали о родном городе много нового. Во Всемирном клубе Одесситов, где и была презентована книга, шутят. Морская энциклопедия обо всем, что не вошло в повесть по Устовскому черному морю. Однако в первую очередь о людях, благодаря которым наш город называют морской столицей. Единственной проблемой в работе над книгой стало требование описывать тему кратко. Как оказалось, про морскую Одессу кратко написать более чем сложно. Один из автокаратных, человек, который написал десятки статей в эту энциклопедию, вот он взял какие-то темы, мы ему говорим, у нас по нашему стандарту там тысячи-тысячи двести знаков, в компьютере должна была тема. Приходит Анатолий Сакович и говорит, ну как я могу такую тему вместить? И дает на восемь тысяч знаков. Одесская морская энциклопедия вместила в себя судьбы нескольких сотен выдающихся одесситов, которые и ныне пребывают в добром здравии. Многие наши земляки, гении прошлого, остались без внимания редакции только потому, что утеряны архивные документы. Как описать жизнь и достижение талантливых одесситов на двух страницах знают только авторы издания. Работать было приятно, несмотря на то, что все время мне угрожали ножницами. Это прохватило все время. И я когда потом смотрел, в каком виде оставили мой очерк, ну постепенно у меня выработал живой иммунитет. А сначала я просто думал, нет, так работать невозможно. Уникальное издание вышло тиражом всего в 3500 экземпляров. Уже в этом году энциклопедия из Одессы перекочует в Америку, Россию и Израиль. Специальный экземпляр книги получит и всеми любимый сатирик Михаил Жванецкий. Цена такого справочника у нас в городе составит 1500 гривен. Несмотря на то, что работа над первой одесской морской энциклопедией выдалась непростая, авторы книги планируют лет через пять выпустить второе ее издание. Анастасия Юдина, Сергей Самойлов, Новая Одесса. Точное количество музеев, работающих в нашем городе, задрудняется назвать даже эксперты-культурологи. Но этот же факт может говорить и о том, что Одесса продолжает оставаться культурным центром. Правда, то, что часть музеев находится в ведомственном подчинении, не всегда идет им на пользу. Музей Одесской железной дороги уже давно нуждается в капитальном ремонте. Да и обновить экспозицию очень важно. Руководство Одесской железной дороги решение о масштабной реконструкции музея приняло. Вот только когда это произойдет, пока неизвестно. В музее, который редко посещают туристы, побывала наша съемочная группа. Заведующий музеем Одесской железной дороги Юрий Лынюк – потомственный железнодорожник. Общий рабочий стаж всех членов его семьи, включая предков, насчитывает почти 500 лет. На сегодняшний день сотрудники музея как раз работают над созданием новых и обновлением старых композиций, рассказал Юрий Лынюк, стоявший у истоков создания музея. Будет практически все то же самое, но несколько в другом порядке. Мы уберем очень многие вещи, которые существовали на стендах нашего музея. Сама экспозиция представляет круговую панораму истории Одесской железной дороги. Вокруг нее собраны как подлинные экспонаты, так и макеты и копии. Документы, форма железнодорожников, модели, техники, дающие представление о том, как развивалась железная дорога, начиная с времен Российской империи. Самый раритетный экспонат датирован 1865 годом. У нас очень интересный модельный ряд старой техники. У нас интересные подлинные документы. У нас есть образцы фонарей, телефонная станция. А вот экспозиция музея, которую мы можем видеть сейчас, существует почти 50 лет. Свой окончательный современный вид она приняла в 1985 году. Сейчас Одесский музей железной дороги считается одним из лучших в Украине. Нам есть чем гордиться, говорит Юрий Лынюк. Я не хочу сказать, что у нас лучший музей железнодорожного транспорта, значительно лучше в Донецке и в Харькове. Но не хуже, чем во Львове и Днепропетровске. Завершение масштабной реконструкции планируют к началу следующего года. Впрочем, сами хранители железнодорожных реликвий в такой возможности сомневаются. Сотрудники музея с нетерпением ждут открытия финансирования. А пока своими силами готовят новую экспозицию, над которой работает уже почти полгода. Новая экспозиция, то есть план новой экспозиции. Стенды, подбираем фотографии и так далее. Полгода работы. Это не быстрая работа. И хотя в настоящее время музей официально находится в процессе реконструкции, посетителей тут принимают с радостью. Расположен он в здании железнодорожного центра по адресу улица Степовая, 44. Татьяна Леонова, Евгений Оброславец, Новая Одесса. И еще о культуре. Лошадь облизывает котенка, кувыркается в снегу и гуляет по полю. Это не очередной выпуск передачи «В мире животных» и тем более не культовый вестерн с участием Клинта Иствуда. Вчера вечером в Одесском доме с ангелом открылась персональная фотовыставка Леси Чикарюк под названием «Быстрее ветра, свободнее туч». Тяжелое заболевание автора не лишило ее чувства прекрасного. Она увлекается фотографией и, как сама признается, больше всего ей нравится фотографировать лошадей. Сначала, говорит Леси, ничего не получалось, но практика сделала свое дело. И автор представила свое творчество на суд зрителей. И лошади. Очень добрые, прекрасные животные. И я их очень люблю. Детский церебральный паралич. Несмотря на такой диагноз, автор экспозиции «Быстрее ветра, свободнее туч» смогла преодолеть все препятствия, обусловленные непростой болезнью. Более того, работы, представленные на выставке, уникальны, говорят знатоки фотоискусства. Многие профессионалы, которые берутся снимать лошадей, делают это шаблонно. В то время как автор выставки Леся Чикарюк смотрит на лошадей своим, особым взглядом. Отмечает член Национального союза фотохудожников Сергей Гевелюк. Многие снимают лошадей. Многие снимают лошадей очень хорошо. Это очень благодатная почва. Но особенно ценно, когда кто-то делает это так, как не делают другие, и при этом замечательно. Она терапевтична. Это выставка, которая лечит даже здоровых людей. Люди с подобным диагнозом особо чувствительны к окружающему миру. Но Леся сумела приспособиться к условиям, в которые ее поставил тяжелый недуг. Объясняет сотрудник Одесского детского реабилитационного центра Светлана Григорьева. Лошади во многом очень так же эмоциональны, так же чувствительны, как и эти дети. И детям так же тяжело адаптироваться к этому миру, как и лошадям. И этот вот оголенный нерв, и оголенное ощущение окружающего мира. И автор смог передать через свою призму взгляда на лошадей. Еще будучи ребенком, Леся любила две вещи – лошадей и фотографии. Так как общение с посторонними людьми девочке давалось очень непросто, лошади стали ее настоящими друзьями. Несколько лет назад заняться фотографией всерьез Леся, как ни странно, решила именно после падения с лошади. Она давно занимается лошадями. Серьезно упала. С лошадей был достаточно тяжелый перелом. Руки. Вот почему-то мы вышли именно на фотографию. Годика три. А здесь так бровки свела. И так палец. Я буду фотографом. Так, это вот так. Есть даже эта фотография. Но как-то потом это ушло. Выставка «Быстрее ветра, свободнее туч» продлится еще неделю. Но не только лошадей способно фотографировать Леся. Прямо сейчас в Международном клубе Одессита выставлены работы Леси Чикарюк, исполненные в жанре фотопейзажа. Вадим Шпаченко, Сергей Самойлов. Новая Одесса. И последнее. Сегодня произойдет солнечное затмение. Но увидеть уникальное природное явление Одесситы, как и все жители северного полушария Земли, не смогут. Его можно будет наблюдать только в Австралии и акватории Тихого океана. Частные фазы затмения будут видны в южной части акватории Тихого океана, Новой Зеландии, а также частично в Индонезии, Океании, Южной Америке и Антарктиде. Солнечное затмение начнется в 21.38 по киевскому времени. В 0.13 затмение достигнет максимальной фазы, а завершится уже завтра в 2 часа 46 минут. Столицей солнечного затмения будет Северная Австралия, город Кернст, единственный крупный город, по которому пройдет тень Луны. Во время солнечного затмения у метеочувствительных людей иногда появляется тревога, беспокойство о своем состоянии и состоянии близких. Чтобы не поддаваться плохому настроению, ищите в жизни позитив. После прогноза синоптиков смотрите обзор прессы. Мы желаем вам приятного вечера. Оставайтесь с нами. Как прогнозируют синоптики, у середу 14 листопада в Одессе впродовж дня очекуется хмарная погода. З ранку и в день, можливо, короткочасный дощ. Вітер північный, порит частей 5-7 метров на секунду. Атмосферный тиск вищий за норму 770 миллиметров ртутного стопа. Володость повітря 75%. Температура повітря протягом доби 7-9 градусов выше нуля. Субтитрувальниця Оля Шор Страховая компания ТЭКОМ. Поступай всегда уверенно. Заключив договор автокаска в период с 1 октября по 28 декабря, получите видеорегистратор и другие приятные сюрпризы от страховой компании ТЭКОМ. Страховая компания ТЭКОМ. Уверенность в квадрате. Дополнительную информацию вы можете узнать по телефону 719 0555. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok